Всем привет, я с вами важная персона Александра Озгар. В этом ролике я вам расскажу о том, как меня спалила бабушка за порнухой. Мне было года 4. Да, я уже в 4 года знала, откуда берутся дети. Мне родители об этом не рассказывали. Бабушка с дедушкой мне об этом не рассказывали. Видела ли я по телеку? Ну, такое себе. Увидела я по телеку, как рожают ребёнка в лет 7, наверное, может быть в 9. Я, конечно, знала, откуда дети берутся, но... Я не думала ещё до того момента, когда я увидела по телеку это, что это всё настолько отвратительно. И, возможно, после этого я и не хочу иметь детей. Прошло уже 12 лет, и ничего не меняется в этой жизни. Переходим к рассказу о том, как меня спалили за порнухой. В общем, это было лето, наверное, я уже не помню. Мне было 4 года, я была у бабушки. В этот вечер меня должны были забрать родители. И дедушка уехал на дачу, бабушка убирала, как бы, весь дом. А я, конечно же, смотрела себе Jetix. И тут начинается моя любимая программа. Супер обезьянки. Точнее, команда супер обезьянок. Там этот чувак, то, что был самым главным, Чиро. Я его просто обожала. Это моя первая любовь, на самом деле, была. И я тут понимаю, что, блядь, а что же у дедушки творится в шкафчике? Надо посмотреть. У бабушки не полезло, потому что я понимала, что там у неё разные шприцы, таблетки. Потому что она болела сахарным диабетом. И я решила залезть именно к дедушке. У него ещё возле тумбочки, которая возле кровати, висел тапочек большой. Ну, это, грубо говоря, тапочек. Я его так называю. Оно выглядит как тапочек. Где сложены были все журналы. Я, конечно же, сначала там посмотрю. Я такая, ага, тут ничего нет интересного. Надо залезть в шкафчик. Заложу я в шкафчик. И я тут нахожу порнушку. Ребята, лесбийскую порнушку. Там баба себе в письки пальцы ссоет. В общем, я решила посмотреть. Я достала где-то три журналы. Конечно же, шкафчик оставил открытым. И начала, в общем... Листать это всё дело. И, конечно же, только я могла додуматься оставить шкафчик открытым. И поставить на угол кровати журналы, когда меня начала звать бабушка. Саша! 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 А я не отзывалась. Мне стало страшно. Вместо того, чтобы за это время поставить журналы на место и закрыть шкафчик, что было, кстати, очень реально. И, как я уже сказала, оставила шкафчик открытым. Тумбочку, точнее, поставила журналы на кровать в угол. И спряталась под кровать. И тут меня бабушка зовёт. Она уже заходит в комнату. И она видит, что... Как бы дверца открыта. И начинает спрашивать. Саша! Ты что, лазила в тумбочке? Я, конечно же, не подаю виду. Потом, в итоге, через несколько ещё оров, типа Саша, 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 я в итоге вылезла здесь под кровать. И бабушка на меня, кстати, никогда не кричала. Мамка бы дала бы пизда ещё такой хороший. Прямо п стену бы головой. Бабушка у меня спрашивает, что я там делаю? Я говорю, я путика искала. Кстати, один факт из жизни моего детства и бабушки с дедушкой. Путик это маленький пекинес, но нечистокромный. Мои бабушка с дедушкой венгры и назвали собаку в честь Путина. Короче, бабушка мне не поверила насчёт того, что я искала собаку. Да я бы сама себе уже не поверила бы сейчас, что я искала собаку. Напиздела на меня за журнал. Я говорю, что я ничего не права. Это всё, дедушка, только осталось. Смотри, мультики, я ничего не трогала. И в итоге потом приезжают мои родители. У меня там залезло под стол. Там, где сидели все гости и мои родители. В общем, вся наша файта. И спряталась. У меня всегда был такой, кстати, прикол в детстве, что я часто залазила под стол. Я не знаю. Я себя всегда постоянно чувствовала каким-то котиком, которому нужно куда-то спрятаться, в какую-то коробку. Короче, бабушка отвела маму в другую комнату поговорить о том, какая у неё охуенная дочь. Что она уже в 4 года знает, откуда берутся дети. И как нужно ебаться. Моя мамка всё это выслышала и просто посмотрела на меня с таким взглядом. Как будто бы она разочаровалась во мне. Дочке 4 года, а я уже в ней разочаровалась. Можно её выкидывать. И, кстати, такой прикол был не один раз. Слышим другую историю о том, как меня спалили за порнух. Мне было уже 11 или 12 лет. У меня уже был такой крутой телефон. Слайдерка розовая, Samsung. Те, у кого было такое же, напишите мне в комментарии. Короче, я прихожу себе со школы и вижу прям вот такую вот стопку журналов венгерских. С порнухой. И я такая понимаю... Сейчас будем развлекаться. Давайте полистаем порнуху. Я, конечно же, начала листать. Я ничего никак не сдвигала с места. Понимала, что могут запылить. Я листала. Ещё причём это всё снимала. Листала это, снимала. Листала, снимала. А вдруг надо будет соседям показать. Пересмотрела я кучу журналов. Переснимала тоже. И всё. И на этом пока оно закончилось. Всё утихло. Я уже успела погулять, рассказать это всё своим соседям. И тут на следующий день вроде бы, или в этот же день вечером, я уже точно не помню, я пошла в зал, потому что у моих родителей были гости. Они там сидели. Там у них была поляна, все дела. Когда гости всегда были, я не выходила. Я заходила немножко. Там была барная стойка. В общем, я немножко так возле барной стойки так стою. Мама! 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 Короче, моя мать ко мне подходила. Мы там с ней поговорили. Я у неё что-то там поклянчила, не помню уже что. Она меня спрашивает. Саша, стой. Я такая, что? А ты случайно не смотрела журналы, которые я оставила на столе на втором этаже? Просто раньше у нас была, кстати, комната соединена. То есть я спала, грубо говоря, в комнате с родителями. Потом они уже переехали на первый этаж. Я такая, нет, точно. Я говорю, нет. В итоге она меня довела до истерики. Я начала реветь. Я говорю, нет, я не смотрела. Начала реветь. В итоге она такая, ну ладно, хорошо, иди. Ладно, хорошо, иди. Блядь, охуенно. Довести ребёнка до истерики, потом ладно, хорошо, иди. Она серьёзно думала, что я скажу, да, мама, я пересмотрела 20 журналов из 40, которые вы оставили у меня на круглом столе в комнате с порнухой. Конечно, именно так бы я и сказала в свои, сколько там, 12 лет. А вы мне напишите в комментариях свои рассказы, истории о том, как вас пылили за порнухой. Кстати, я ещё часто даже искала у родителей по всей хате, где они прячут диски с порнушкой. Часто попадала на телеканалы, где после 12 показывают порнуху. И каждый раз боялась, что типа мамка сейчас поднимется ко мне в комнату, я выключала телек, делала вид, что я сплю. А с вами была важная персона Александра Озгард. Всем котиков и компотиков, и до следующего ролика.